Здравствуйте! Вы смотрите Итоги дня. Что произошло в Ульяновской области 16 марта? Расскажу вам далее я, Константин Никитин. Смотрите сегодня в выпуске. Школьникам из Донбасса помогли собраться в школу. Уникальное интервью с командиром отряда специального назначения «Гром». Музей «Симбирская фотография» вновь открыл свои двери для посетителей. Ульяновские правоохранители пресекли канал сбыта наркотических веществ. Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проходит в нашем регионе каждый год. Правительство Ульяновской области и меценаты помогают детям из слабозащищенных социальных групп подготовиться к обучению в школах. Средства идут на приобретение канцтоваров, книг, школьной формы. Но в этом году акция несколько сменила свои сроки, чтобы суметь помочь не только ульяновским ребятишкам, но и юным детям из Донбасса, которые уже сели за парты школ города. Юным переселенцам из Донецкой и Луганской республик подарили школьную форму. Обычно акция «Помоги собраться в школу» проходит в апреле, но в этот раз именно для ребят-переселенцев ее провели раньше. Ульяновские предприятия выпустили специальную партию одежды. Меценаты тоже внесли свою лепту. Конечно же, обратились сначала на наши фабрики, которые отшивают школьную форму. Это «Элегант», «Бастон», «Школьная форма», «Фабрика шпатров». И все они пошли нам навстречу, и, ну, я могу даже сказать, выделили нам большое количество форм безвозмездно. Но, конечно же, не в полном объеме нам удалось собрать одежду, поэтому мы обратились еще и к другим нашим благотворителям. Татьяна Гончарова приехала из Луганска с двумя внуками – Лешей и Ваней. Ваня играет на скрипке, а Леша занимается греко-римской борьбой. По словам бабушки, оба любят учиться. Мальчишкам торжественно вручили костюмы – и деловые, и спортивные. Татьяна Николаевна благодарит ульяновцев за теплый прием и заботу. Спасибо за поддержку материальную и моральную форму получили. Мы спортивную, и школьную, пиджаки, и брюки. Просто нет слов выразить благодарность вам большое. В школу города уже пошли более 150 ребят. Точные данные постоянно меняются. Кто-то только садится за парту, а кто-то вместе с семьей собирается возвращаться домой на освобожденные территории. Виктория Черкова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ. В Ульяновской области продолжается работа по созданию центров «Точка роста». Губернатор Алексей Русских посетил Центр образования цифрового и гуманитарного профилей Ундоровского лицея. Центры «Точка роста» стали одной из важных составляющих системы образования. Новые площадки помогают расширять возможности обучающихся в освоении учебных предметов и программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей. Также ребята в «Точках роста», что называется, не в теории, а на практике, изучают такие предметы, как информатика, технология, ОБЖ, физика, биология, химия. Записываем воспоминания, сохраняем старинные вещи. Мы с Марией работаем над проектом «Этнографическое наследие Ундоров». Целями создания центра «Точка роста» является повышение качества образования образовательных учреждений, расположенных в сельской местности. Всего за три года в регионе создано 132 таких центра. До 2024 года количество таких центров достигнет 268. В «Точках роста» смогут пройти обучение более 23 тысяч ульяновских школьников. Уроки мужества, тренировки по военно-прикладным видам спорта, участие в патриотических акциях. Молодежь в Ульяновской области не тратит время зря. Фейкам из социальных сетей подрастающее поколение предпочитает только достоверную информацию. Ей с гордостью делятся общественники и ветераны. Сейчас их задача – возродить истинную любовь к родине. Только на собственном опыте можно ответить на все острые вопросы подростков. Это подчеркнули на совете военнослужащих, ветеранов, вооруженных сил и правоохранительных органов. Александра Никитина о том, как планируют вести просветительскую и воспитательную работу с молодежью. В этом патроне земля Мамаевого кургана. Этот патрон выпускался на Ульяновском патронном заводе, а этот – фашистские Германии, которые шли. Историю можно трактовать по-разному. В зависимости от политической ситуации расставлять акценты, забыть прочитать хронологию событий на страницах учебников. Но всегда найдутся те, кто свято чтит и помнит основные вехи становления страны. Среди таких людей – ветераны вооруженных сил. Именно к ним идут подростки, чтобы задать острые, волнующие вопросы. О том, что общественный запрос действительно есть, подтвердили на профильном совете в зале правительства. Очень-очень интересно, очень большое количество обращений, очень большое количество вопросов среди ребят. Детально, начиная от того, что не понимают ситуацию, потому что сейчас идет большой информационный поток и со стороны Запада, и недружественных, так сказать, наших стран. В новом составе при губернаторе Ульяновской области Совет встретился впервые за последние три года. Все это время работа не прекращалась. Уроки патриотического воспитания в школах и вузах проводились еженедельно. Ровно так же, как и тренировки по военно-прикладным видам спорта. Алексей Русских подчеркнул – рассказывать нужно чаще, объяснять – доступнее. Основываясь на опыте старшего поколения – сорвать информационную завесу. Прошло почти три недели с момента признания нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, ДНР и ЛНР и начала спецоперации наших вооруженных сил. Все это время российские военнослужащие с честью выполняют социальную и специальную миссию по защите страны и народов, живущих на ее территории. В ответ против России развязана масштабная информационная война. В том числе и активный вброс фейковой информации в социальных сетях, ложь в адрес российских военнослужащих. Все это еще один звоночек к усиленной работе с молодежью. Главная задача одна – вернуть ценность таким словам, как достоинство, честь, верное служение Отечеству. В области в каждом районе за школами закреплены ветераны для духовно-нравственного воспитания. В районах области созданы юноармейские волонтерские отряды. Совместно с ветеранами юноармейцы участвуют во всех проводимых памятных акциях военно-патриотической направленности. Является участником караула поста номер один у Вечного огня на площади 30-летия Победы в Ульяновске. Помимо прочего, на совете предложено привести в порядок госпиталь ветеранов войн, закупить новое оборудование. Алексей Русских инициативу поддержал. В ближайшее время поручил разработать конкретные предложения. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ. О нем мало что можно найти в интернете, да и сам признается, что все это время был закрыт для прессы. Оно и не мудрено. Абдулхалик Юнусов – командир отряда специального назначения «Гром». Многое в деятельности наркополиции под грифом «Секретно». В Ульяновской области спецотряд сформировали в 2017 году. О подразделении службы и личном в уникальном интервью Ренаты Алиуловой. 30 лет службы, из них 5 лет в «Громе». Абдулхалик Юнусов возглавляет спецподразделение с самого начала образования службы наркополиции. Строгие и серьезные преисполнение, с юмором и улыбкой на лице в жизни. 50-летний полковник полиции не любит громко и много говорить о себе. В самом начале интервью сразу заявляет – он родом из простых. У меня родители рабочие, как раньше говорили, рабочие крестьяне и так далее. Как бы мать в магазине работала, а отец на заводе работал. Закончил 10-ю среднюю школу в железнодорожном районе. Потом ушел в армию, то бишь год работал на заводе. Отслужил два года в зенитно-ракетной бригаде тогда советской армии. В 91-м году демобилизовался. Дальнейшая судьба нашего героя решалась в военкомате, куда Абдулхалик пришел отметиться после срочной службы. С его слов было три пути. Работа на заводе, учеба в медицинском вузе или служба в милиции. Будущий полковник выбрал последнее. На решение повлиял пример его друга-односельчанина, который уже работал в структурах. Прошел медицинскую комиссию, признали годным к службе. Поступил на службу потом в постовой службе железнодорожного района. Когда поступал на службу, сразу заявил, если будет возможность меня направить учиться в какое-то высшее и среднее учебное заведение. Меня направляют в 91-м году на учебу в Елабушевскую среднеспециальную школу милиции. После учебы заступил на службу в СОБР на должность оперуполномоченного. А дальше вверх по карьерной лестнице и череда военных операций. Одной из самых запоминающихся для Абдулхалика стала первая чеченская компания, куда он поехал младшим офицером. Во второй был командиром. В 2007 году за исполнение служебного долга в северокавказском регионе полковника милиции наградили орденом мужества. Вот так дослужившийся до командира отряда «Гром» вспоминает первые дни в Чечне. Прибыли в первую очередь в аэропорт Чикалово. И из Чикалово у нас с водным отрядом выездили в Моздок. Ну и вот видя все это, сколько техники, сколько людей, все это уже, сами понимаете, где-то какая-то растерянность, правильно? Все равно, видишь, впервые столько численностей личного состава, все это, самолеты, вертолеты. Ну и сразу же мысли-то маленько другие проявляются. В плане того, что приехали не просто пирожки покушать, и в плане того, что это очень серьезно на самом деле. А вот все равно какой-то испуг, столько техники, столько того и всего такое. С страшновато, честно говоря. Со временем к чувству страха привыкаешь, признается спецназовец. Страшно бывает всегда, к любому человеку. Справляться с моральным напряжением, со слов нашего героя, помогает подготовка. Школа милиции, армия, служба. Все это закалило характер. Недаром учителя время тратили. Отшучивается полковник. Ну, самое главное, это, как сказать, не перенервничать, потому что это не произошло, как бы не переросло в трус. Вот что хочу сказать. Человек боится, я думаю, никто не может осуждать. Правильно? Когда пули над головой стреляют, это летают, там гранаты взрываются. Отряд специального назначения «Гром» Юнусов возглавляет с 2017 года. Признается, самое тяжелое в работе – быть руководителем. Каждая служебная операция – это огромная ответственность перед гражданами, подчиненными и их родственниками. Труд опасный. На кону всегда человеческие жизни и судьбы. Руководителем быть нелегко. Я сразу скажу, руководителем – это в первую очередь жизнь подчиненных. Ну, в первую очередь, я думаю, так скажем, жизнь с твоих подчиненных всегда на острие ножа. Так скажем, я уже так стрирую маленько, да? Ну, вот в плане того, что мы выезжаем всегда на работу, и как это все там произойдет, мы же не знаем. Это же не по сценарию. Ну, готовимся, естественно, без подготовки. Личный состав каждый день. Есть возможность проходить учебный процесс. Ну, если не задействован в полном объеме, на работе где-то. Ждать приказа и выполнять любую задачу. Кажется, сотрудники «Гром» умеют все. Плавать, стрелять из любого вида оружия, летать и лазить по стенам. Таких принято называть высотниками. А также взрывать и разминировать. Цель при исполнении нужно обезвредить. И, если необходимо, обездвижить. Все успешные наши задачи от большого труда, естественно, если ты не будешь работать над этим. В плане того, что та же огневая подготовка, физическая подготовка. Ну, вот это все нужно для спецназа. Это нужно, необходимо даже. Без этого нельзя, я так скажу. Спецназ состоит из фундамента, так скажем, спецназ. Это физическая подготовка, огневая подготовка, там тактическая, тактика специальная. Ну, я дальше не буду продолжать. Это основа для спецназовца. Спорт – также неотъемлемая часть спецназовца. В личном составе «Ульяновского грома». Есть заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса. Сам Абдул-Халик всю жизнь занимается боксом. А профессиональное выгорание, с его слов, командиру не присуще. Это же лицо подразделения, правильно. Ну, вот как бы, я считаю, не должно быть такого. Если руки опустим, это не будет на сегодняшний день. При выполнении служебных задач, даже по месту дислокации, когда находимся, нельзя. Так, я считаю, это неправильно. Я считаю, если ты как бы уже собрался, значит идти на отдых. В свободное время у сотрудника спецподразделения есть. Правда, совсем мало. В неработе Абдул-Халик продолжает заниматься спортом, плавать в бассейне. Любит проводить время с родными. Полковник полиции в браке, 26 лет. У него две дочери. Распространяться про семью также не привык. На вопрос о том, трудно ли жить, когда твой муж и папа спецназовец улыбается и ссылается на жену. Мол, у нее спросите. Но это, как говорится, совсем другая история. Рината Алиулова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ. Имя Дмитрия Разумовского хорошо известно в России и за ее пределами. О нем сняты фильмы, написаны книги. Сам он стал настоящей легендой спецназа и вооруженных сил. Сегодня в Ульяновской области почтили память героя России. В этот день ему могло исполниться 54 года. К памятнику на площади Ленина возложили цветы и провели ритуал воинской славы. На родине героя в Ульяновске имя Дмитрия Разумовского знает каждый. Российский военнослужащий, подполковник, погиб при освобождении заложников во время теракта в Беслане и был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. Сыной своей жизни он спас жизни детей. И там он участвовал в борьбе с терроризмом. Вот в наше современное время, когда сейчас идет военная специальная операция на территории Украины, это еще раз показывается, что наш русский солдат, он доблестный, он приносит только мир. И, соответственно, молодое пополнение, смотря на историю жизни нашего героя, он делает вывод, что защищать свое Отечество необходимо, учиться этого нужно. Те, кто знал Дмитрия Разумовского лично, вспоминают его как человека с большой буквы. Это был воин-пограничник, который всю свою сознательную жизнь нес службу на боевых рубежах. Лично участвовал во многих боевых действиях. Мы, конечно, мы как пограничники, как воины, как ветераны боевых действий, никогда его не забываем, всегда чтим. И день рождения, и день гибели всегда мы с ним. И всегда, не только в эти дни, конечно, всегда мы о нем помним. О нем написаны книги. Создан вот фильм недавно. Александр Парфенов наш тоже сделал фильм о этом героическом человеке. В нашем городе памяти Дмитрия Разумовского названа улица в Заворском районе. В день памяти героя цветы к его памятнику возложили губернатор Ульяновской области Алексей Русских, депутаты законодательного собрания и городской думы, представители исполнительной власти, ветераны боевых действий и военнослужащие. Память о подвиге нашего великого земляка Дмитрия Разумовского будет жить вечно. Валентина Никонова, Юрий Конихин, Управда ТВ. Ульяновские правоохранители пресекли канал сбыта наркотических веществ на трех федеральных округах – Центральном, Приволском и Южном. По версии полицейских, двое жителей Калужской области наладили канал сбыта наркотических веществ на территории сразу семи субъектов Российской Федерации. Зломышленники готовили оптовые партии наркотиков, после чего в тайнике, подготовленном в автомобиле, перевозили запрещенные вещества и сбывали бесконтактным способом подфасовку на более мелкие партии для розничной реализации конечного потребителя. По имеющимся сведениям, сбыт осуществлялся на территории Ульяновской, Курской, Калужской, Московской, Самарской областей, Республики Чувашия и Краснодарского края. Оперативники региональных управлений МВД и ФСБ задержали фигурантов при попытке сбыта крупной партии синтетического вещества на территории Ульяновской области. Таким образом, на улицы региона не попало более 10 тысяч разовых доз запрещенного препарата. В настоящее время по данному факту следственного отдела межмуниципального отдела МВД России Корсунский возбуждено уголовное дело. По ходатайству следствия в отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Музей «Симбирская фотография» – это уникальный исторический объект Ульяновской области. В здании бывшего фотоателье были собраны снимки с конца 19 века и до современных дней. Но на протяжении последних пяти месяцев галерея была закрыта. Не на ремонт, а на обновление выставки. Теперь же музей снова открыт. Ирина Антонова одну из первых оценила новые экспонаты и готова поделиться подробностями. Музей «Симбирская фотография» сравнительно молодой. Он открыл свои двери для посетителей в 2004 году. Но за эти годы его экспозиция устарела. В конце прошлого года было принято решение закрыть его на реэкспозицию. Сейчас музей вновь заработал. Музей «Симбирская фотография» – один из самых любимых музеев, который входит в состав музея-заповедника Родины Ленина. И вот это обновление, я думаю, будет очень большим подарком весенним жителям нашего города, туристам, людям, которые увлекаются фотографией. А фотографией, собственно, увлекаются все – краеведы, исследователи, историки, ученые, просто люди, которые занимаются творчеством. Почти за 20 лет фонды музея-заповедника пополнились большим количеством удивительных фотографий, которые ранее не экспонировались. Они сами по себе являются настоящими произведениями искусства и показывают жизнь города и области в 20 веке. Это работы фотомастеров Александра Маркелычева, Аксенсия Гологоза, Леонида Лазарева. Теперь их можно увидеть в экспозиции музея. Здесь у нас представлен уголок фотографа. Первоначально он уже был в нашем музее, но в ходе как раз реэкспозиции здесь были добавлены фотографии, которые рассказывают о самом процессе проявления изображения на пленке, потом перенесения его на бумагу. И также с помощью техники, которая также появилась здесь в этом зале, можно будет посмотреть сам процесс проявления изображения. Реэкспозиция позволила включить новые музейные предметы. Среди них кинокамеры разных моделей, таких как «Спорт», «Кварц-2», «Экран-3», «Ленинград». Впервые благодаря мультимедийной технике в экспозицию включены интерактивные мультимедийные игры и викторины. Любимое место посетителей – фотопавильон конца 19-го, начала 20-х веков. Приемная, обновленная старинной мебелью, огромное зеркало в резной раме, конторский стол, обитый зеленым сукном и диван. Все это подлинные вещи, принадлежавшие семье потомственного фотографа. Здесь же можно переодеться в костюм 19-го века и сделать фото на память. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Уллправда ТВ. 18 марта исполняется 8 лет со дня воссоединения Республики Крым с Россией. В 13.00 на Соборной площади города Ульяновска состоится праздничный концерт. Приглашаем принять участие всех жителей Ульяновской области. За мир, за Россию, за президента! 17 марта в Ульяновской области ожидается солнечная погода. Днем температура воздуха составит минус 8 градусов. Ветер северо-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30 и 23.00. А также на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова